Вообще ситуация там балансирует и балансирует удивительно, при том, что революция в Минске делает ошибку за ошибкой. Она не использует победы, она утрачивает инициативы, она отдает первенство, она захватит всю политическую, эмоциональную, смысловую, идеологическую высоту. И вот кажется, что вот сейчас ей достаточно дунуть, фыркнуть на этого Лукашенко, и его снесет, сметет. Но они смотрят на часы и идут есть свои драники. И улицы снова пустеют. Я не видел революции хуже, не видел никогда. Она очень красивая, но она страшно деликатная, напоминает она мне, вот знаете, желание родов. Но так, чтобы без схваток, без крови, без всяких там пуповин, отхода, вот, чтобы все это было чистенько и спортивно. Вот так не бывает. Она постоянно подставляет лидеров, она выдает свою Алексеевич на допрос в Следственный комитет. Они стояли вокруг, пока она была в Следственном комитете. Правильно, его надо было по кирпичкам давно разобрать, как только она в него вошла. Кстати, Лукашенко, собственно, так и сказали, что уже вот сейчас штурмуют его, этот прекрасный дворец, летим, хватаем Колю. Видимо, приходится уже ему рассказывать, что уже штурмуют, уже все прям, сейчас уже все закончится. Хотя никто ничего не штурмовал, я понимаю. Действительно, абсолютно, абсолютно никто не штурмовал. К сожалению, никто. И мы видим абсолютно беззащитную, ранимую белорусскую революцию, и даже с ней никто не может справиться. Была опасность, что вот сейчас будет теряться драматургия, зрелищность, сократится количество зрителей, и интерес к этой революции, и она растает. Но, в общем, этого не произошло. Помним, да, вот пару дней назад Лукашенко вдруг охамел, снова появились хозяйские интонации. Он что-то начал командовать этим грустным пожилым опенком и пытался командовать армией. Но сейчас эти хозяйские интонации снова ушли, и Александр Григорьевич снова пришипился. И, конечно, есть некоторая надежда на ОМОНы, на ОМОНы, да, которые своими тупыми зверствами, они могут спровоцировать, наконец, ответ. И белорусы, которые меня слушают, они обязаны понимать, да, что проиграть... Александр Григорьевич показывает на флаг, который у него висит над ним. Я говорю для радиослушателей. Да, что проиграть свою революцию у них нет никакого права, потому что они сейчас за целостность свободы в ответе перед всем миром. Они начали, да, вот на них действительно смотрит весь мир как на приют свободы как таковой. Да, они замечательно выступают на своих митингах до слез, но потом они снова расходятся и есть драники. Слушайте, Александр Григорьевич, но с другой стороны, у них диктатор, который действительно... Который тоже уходит и есть драники, это, конечно... Да, который потом приходит на совещание, на котором сидит дама в шлепанцах и 15-летний мальчик с автоматом. И что это? Это какое-то экстренное совещание по поводу штурма дворца. Что это вообще? Где я? Где министры, капиталисты? Где все это? И получается, что все стоят друг друга, извините. Да, но помимо шлепанцев у них еще есть ОМОН, которому каждый день вливают уши, что если режим падет, то каждому ОМОНовцу светит 25 лет строгого режима. Это им просто с утра проводится политинформация. Мы помним украинскую революцию, она была далека от идеала, но она выигрывалась за счет того, что там был нарастающий драматизм. И она была, конечно, тоже ослепительна по своей картинке, по своей красоте. Но Майдан не расходился сутками напролёт. Никогда, да. Совершенно верно. Вообще, я тебе могу сказать, как человек, который принимал участие во многих мероприятиях подобного рода, что вот от момента принятия решения о революции до завершения полного и окончательного, то есть до щелчка наручников или до начала работы лопатами, есть примерно 12 часов. Это максимальное время, которое должно быть отведено на молниеносную эффективную революцию. И вот если они там в Минске все такие деликатные, если они там все такие субтильные, чувствительные, но собираются по 300 тысяч человек, скинулись бы по 100 долларов, и все 300 тысяч, и наняли бы себе команду, которая действительно сделает это все. Они сделают такой суперреволюшн, там блеск, чистота, муха не сидела. Все завидуются, но действительно же есть специалисты, которые сдают революции под ключ. Понятно, что Александр Григорьевич рано или поздно, конечно, начнет звереть, стрелять, ему некуда деваться. Он сделал все для того, чтобы... Он уже десятки лет сажает своих противников, мучают, пропадают люди. Это происходит уже давно. Не в таких количествах и... Согласна. Да, и не так публично, потому что ведь он сейчас очень сильно засветился. В своем страхе, в своей перманентной истерике он под запись давал все команды министрам действовать как можно более жестоко, как можно более круто. Смотреть сквозь пальцы на изнасилование в изоляторах, на избиение, запугивать, давить. А эти дураки в ОМОНах, они не позволяют, не понимают, да, что чем больше им позволяют, тем больше их повязывают кровью. Их заманил этот хитрый колхозник туда, где они неизбежно будут наматывать и наматывать себе срок за эти преступления. Он заманил этих красавцев туда, откуда нет дороги обратно в мир людей. И рано или поздно этим всем дуболобам придется мыкаться по каким-нибудь оврагам, меняя фамилии, документы и лица, как это уже, в общем-то, было, да. Но обдурить ОМОНа вообще не стоит никакого труда, потому что там, если и есть извилиные, то это следы от дубинок товарищей на тренировках и никаких других там нет. Большой доблести в том, чтобы обхитрить собственных ОМОНовцев и заманить их в этот невыходимый капкан нету. Да, они, он говорит, да, пытайте, родина требует, спасайте родину, надо пытать. И те радостно прыгают на пальцах задержанных, ломают позвонки, тазовые кости, копчики, девчонок бьют наотмашь велосипедами, насилуют. Вот начальство разрешило. Но еще пользуясь тем, что у нас есть там последнее звено пищевой цепи, так называемый бюджетник, вот это последние звенья пищевой цепи сгоняются на театрализованные красно-зеленые митинги. То есть все, что мог сделать диктатор, он уже сделал, и обратной дороги ему нет.